Привет, друг! Это видео продолжение моего предыдущего видео, где я за Великую Орду возвращал Татаро-Монгольское Иго на Русь. В целом я в этой задаче преуспел, но лишь частично мы вернули Татаро-Монгольское Иго на часть территории Руси, включая Москву. В этом же видео, наверное, самой адекватной целью будет восстановить Золотую Орду. Для чего нам нужны еще вот эти территории и еще вот здесь? Поэтому есть нюанс в том, что воевать-то придется не только с Москвой, но и с Литвой, а это уже гораздо-гораздо труднее. Но я думаю, что мы как минимум попробуем с этим справиться. Так, а вот это интересно. Литва объявила войну Москве. Тем временем, пока у нас новый правитель, Кучум Первый Чингизид. То есть я бы сказал, что война Литвы с Москвой в данной ситуации скорее нам на руку, потому что мы еще планируем воевать с Москвой. И нам выгодно, чтобы она была ослаблена. Правда, жаль, что нам еще ждать целых 10 лет до того, как и сечет перемирие. Да, и мы видим, что в этой войне, собственно, Москва разгромно проигрывает. Совсем разгромно. Так, итак, давайте-ка смотреть, какой разгромный мир получила Москва. Итак, во-первых, они отдали 5 провинций. Кстати, включая Ржев, он нам тоже потом потребуется. Москва освободила Казань, что скорее нам на руку. Что ж, вот и настал день еще одной войны с Москвой. Я думаю, на этот раз все будет проще, чем в предыдущей, потому что Москва так и не оправилась полноценно от войны с Литвой. И у нас теперь большой перевес по силам. Но посмотрим, что будет. Так, и вот тут мы, наверное, получили штраф в минус 2. Но из-за того, что у Москвы сильно меньше армии, мы их разобьем. И это самое главное. Так, Москва все-таки кое-что показала. Мы те времена захватили Ярославль. Вот у них есть армия 10 тысяч здесь. И 10 тысяч я садила Москву. Но мы сейчас саду с Москвы снимем. Так, и вот тут московская армия. Да, почему-то компьютер строит очень много артиллерии. Из-за этого ей несут большие потери. Что ж, вот такой мирный договор со Швецией. Швеция отдаст пару провинций Дании, что нас устраивает. Наш союзник станет сильнее. Порвет снова договор с Москвой и заплатит нам деньги. Отлично. Да, в общем-то, вот такой довольно простой мир. Мы отнимаем у них вот всю эту полоску границы. Включая Тверь и Нижний Новгород. А также Ярославль. И в качестве, так сказать, нашей признательности отдаем Пермь Узбеку. Да, Москва перенесла свою столицу в Галич. И на самом деле я не могу сказать, что мы так уж тотально разбили Москву. Ночее, разбили мы ее тотально, но Москва еще не так слаба. И она в будущем может оказывать нам сопротивление. Сейчас просто вот так вот совпали звезды, что у них Литва их разбила, поэтому они нам не могли оказывать сопротивление. А так наша борьба с Москвой еще не окончена. Так, нам надо напасть на Казань и полностью ее завоевать до тех пор, пока другие страны не опомнились и не завоевали ее до нас, потому что Казань сейчас очень слабая. У нее нет союзников, так что это абсолютно плакомый кусочек для нас. И так, как и ожидалось, война с Казани получилась очень легкой. И мы немного приросли территориями. Итак, вот он, важный выбор. Последний уровень, так сказать, реформы правительства. Проводим племенную реформацию. Я думаю, мы все-таки... Я думаю, мы все-таки перенуемся в монархию, потому что тогда у нас не будет больше штрафа науки. А это очень важно в этой игре. Итак, мы стали султанатом. Следующая группа идей будет у нас шпионаж, потому что нам просто некуда одевать очки дипломатии, а военные очки административные нам очень сильно нужны на развитие технологий. Так, вот, мы заключили союз с османами, они сразу нас призывают в войну. Но я думаю, согласимся, ничего страшного. То есть, союз с османами нам в первую очередь важен, потому что это будет наш очень сильный козырь в борьбе против Литвы. Да, я понял, я кое в чем облажался, кажется. Похоже, что если ты перестаешь быть степной ордой, степным кочевником, то ты уже больше не можешь сделать золотую орду. Видимо, это одно из условий. Ну, что ж, значит, придется без этого. Значит, новой целью будет вернуть Крымское ханство и даже не знаю, что еще. То есть, ну, у нас все равно есть, конечно, цель на восстановление Монгольской империи, но это очень отдаленная цель. Равно как и ближе к концу игры, я думаю, может быть попробовать, так сказать, пойти к последнему морю и завоевать всю Европу. Так, вот такой вот мир заключили османы. Забрали у мамлюков Дамаск, Алеппо и Антиохию, то есть, ну, где-то вот современную Сирию. Так, вот у нас такое благоприятное событие, то, что растет поддержка среди... растет поддержка среди тех, кто раньше жил под властью московского князя. А у нас тем временем своя война, мы попытаемся провести третью войну с Москвой. И я думаю, тут мы уже должны добиться какого-то решающего преимущества над ними и окончательно их разбить. Так, и вот она, битва под Ярославлем. Странно, почему мы можем получить... Я думаю, что Москва должна получить штраф, это же наша крепость. Так, мы легко победили. Вообще, на этот раз Москва, конечно, не оправилась полноценно. Москва не оправилась полноценно от того, когда мы их разбили, потом сразу их Литва разбила, и они так полноценно и не восстановились. По крайней мере, армия у них точно так и не восстановилась до того уровня. Тем временем, датчане молодцы и захватили Стокгольм. Чем тоже только улучшили наше положение. Да, к Москве подтягиваются подкрепления. Конечно, это не очень хорошо, то, что мы застряли на саде Галича. Но, к сожалению, пока что мы не можем делить силы. Мы не настолько мощные, чтобы и осады везти, и еще вот эту армию разбить. Так, и снова битва под Галичем. Да, Москва получает штраф. Да, но битва, получается, не такая простая. Потому что по технологиям... Интересная фамилия у полководца. Анатолий фон Буздовин. Ну да, теперь-то уж точно. А, пришла еще армия Швеции. А я-то думал, что уже как бы война закончена фактически. Нет, еще армия Швеции. С твоими красивыми тремя коронами. Да, тоже просто не было, но мы победили. Все-таки в этой войне у нас большое численное превосходство. Так, узбек с кем-то воюет. Но на самом деле, учитывая, что у нас теперь союз с османами, узбек нам вообще не нужен. Тем более, он нам уже не помогает в войнах. Поэтому, ну его нафиг с его воинами, пусть его разобьют. Я так решил, давайте заключим мир со Швецией. Потому что они сюда пришли помогать Москве. А без них у Москвы-то совсем сил мало. Поэтому вот такой мир со Швецией. Швеция передаст две провинции Дании. Заплатит немного денег. Ну, а теперь, когда мы с этим справились, мы можем спокойно добивать Москву без какого-либо страха. Да, уже Василий Пятый восходит на трон Москвы. Но не очень-то удачно у него начало правления будет. Какое-то натуральное читерство. Я знаю, что от этого говорит у многих. То, что пока я осуждаю Москву, они уже взяли Казань и сейчас еще и себе вернут Галич. Просто жесть. Да, и так и просто, смотрите, пока я осуждаю одну крепость, они захватили две. Наконец-то. Вот, смотрите, 575 дней с однодливость. Просто какая-то жесть. Так, и Дания под Волгдой еще уничтожает совсем уже остатки. Московская армия. Так, ну что ж, честно говоря, очень занудная война. 8 лет мы с ними возились. И вот за этот кусок территории. Да, кусок территории большой. Но, блин, 8 лет. Где вы были 8 лет? Вот здесь мы были 8 лет. А Москва снова меняет столицу и переводчик приносит ее в Устюг. Да, мы полностью отделили Москву от Литвы, потому что мне не хотелось, чтобы Литва вот все эти провинции отхватила и еще больше усилилась. Потому что, я думаю, над Москвой нам уже хватит издеваться и пора переходить к следующему врагу, а это Литва. Ну и, может быть, Гена. Но, в первую очередь, Литва, потому что хочется взять Крым. Ух, ничего себе. Москва вот прям так с пылу жару объявила войну Ливонскому ордену. Да, и Москва, кстати, войну Ливонского ордена выиграла и вернула себе Новгород и выход к Балтийскому морю. Итак, вот и настало время для нашей первой войны против католиков. Мы нападем на Литву, которая в союзе с Польшей и Генуей. Это очень сильный союз, но у нас в союзе османы, поэтому все будет хорошо. Наш первый удар пойдет против Генуи, и только потом мы обратимся против Литвы. На нашу, точнее, на эту войну у нас следующие цели. Мы возьмем вот эти две провинции, Ржев и Терапец, потому что они нам нужны, чтобы формально завершить миссию вот это вот, на Татарской Иго. Эти вот две провинции нужны и две провинции Крыма, просто для нашего удовольствия. Ну, а от Генуи, что получится, то и получится. Тем временем, мы видим, как на Кавказском фронте к нам пришли помогать османы, пока мы завоевываем, так сказать, Генуэзский Кавказ. Так, и вот она, очень важная битва. Османы борются с Генуэзской армией, бьют ее. Тем временем, мы очень быстро завоевали Крым, нашей второй армией. Итак, упала Генуэзская крепость Карс, которая находится на территории современной Грузии. И я думаю, это время заключить мир с Геной. Разумеется, на наших условиях нет, они не готовы. Что ж, нужно больше воздействия. Так, но зато время добивать Генуэзскую армию. Тотально добивать. Да, полностью уничтожены 15 тысяч, точнее 14. Итак, все-таки согласилась Генуэзская на наш щедрый мир. Мы взяли у них одну провинцию, вот эту в Крыму. Ну, с расчетом на то, что эти провинции мы тоже сейчас вскоре заберем. И плюс деньги. Так, и вот она, воистину, великая битва. 25 тысяч против 21. У литовцев штраф. Но мы надеемся, что к нам сейчас придут османы и все разрулят. Да, османы, конечно, абсолютно тянут на себе эту войну, за что им огромное спасибо. Вот это грандиозная битва османов с литовцами без нашего участия. И мы взяли Смоленск. Я думаю, мы уже подходим к той точке, когда можем заключить выгодный мирный договор с Литвой. Итак, я подумал и решил заключить вот такой договор. Во-первых, мы возвращаем себе весь Крым, как мы это планировали. Мы берем вот этот кусок территории, включая Ржев и Смоленск, и Брянск. То есть, ну, уже все исконные русские территории, так сказать. И в-третьих, мы отдаем Требизонт османам, потому что, ну, они заслужили, и нам важно поддерживать с ними хорошие отношения. Вот такой вот мир, такая война получилась. В самом деле, достаточно простая. Потому что османы это просто боги военные в этой игре. И теперь мы можем официально выполнить миссию Татарская Ига. И получаем за это очки административные, очки военные и престиж. Ну что ж, вот теперь Великая Орда стала по-настоящему великой. Мы присоединили к себе Крым целиком и всю западную территорию Руси вплоть до Смоленска и вплоть до современной Беларуси. А я на этом с вами прощаюсь. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, если вам понравилось это видео. Ну а пока до встречи.